Существуют различные системы обработки почвы. Наш рассказ мы начнем с классической системы. О ней подробнее расскажет Михаил Можаренко, ведущий специалист агрономической службы ФОСАГРА. Классическая система обработки почвы предусматривает оборот пласта с последующим выравниванием и крошением почвы до необходимых агрегатов. К положительным моментам классической обработки почвы можно отнести выращивание любых культур без ограничений от картофеля до пшеницы, легкое управление растительными остатками и почвой, любое выравнивание, любое управление растительными остатками по классической системе осуществляется быстро и качественно. Третий момент – это быстрое донесение любых элементов питания до корневых систем растений, как до посевной период, так и в период вегетации, с использованием различных сошников, опрыскивателей и других элементов технологии. Четвертым неоспоримым преимуществом классической системы обработки почвы является легкое управление органическими удобрениями в системе кормовых или прифермских севооборотов. Вместе с положительными моментами классическая обработка почвы несет в себе ряд технологических рисков. В первую очередь это потеря гумуса благодаря окислению органического вещества в почве. Второй момент – это потеря 250-450 кг кальция с гектара ежегодно. Третий момент – это большой риск водной и ветровой эрозии в течение всего периода вегетации. Вышеперечисленные факторы приводят к ухудшению содержания элементов питания в почве, образованию толстой почвенной корки, образованию плужной подошвы, что приводит к ухудшению развития растений в течение всего периода вегетации и уменьшает урожайность культур, а также увеличению технологических затрат, что увеличивает себестоимость выращивания сельскохозяйственных культур. Решить эти технологические проблемы возможно несколькими путями. Первый путь – это использование органических удобрений, однако не все хозяйства имеют свободный доступ к ним. Второе – это расширение ротации севооборота, однако это не всегда экономически целесообразно. Третьим путем решения технологических проблем является внесение химических миллиарантов. Наиболее технологичным, универсальным и доступным является фосфогипс. Фосфогипс решает все основные технологические проблемы классической обработки почвы. Высокое содержание кальция и серы в фосфогипсе приводит к улучшению структуры почвы, что в дальнейшем нивелирует потери гумуса. Данный фактор также решает проблему водной и ветровой эрозии, а фосфор и микроэлементы, которые содержатся в фосфогипсе, решают проблему потерь элементов минерального питания из почвы. Приятный бонус в виде микроэлементов способствует уверенному прохождению растениями всех фаз вегетации и формированию заданного урожая. Субтитры создавал DimaTorzok